Привет дорогим моим любимым зрителям и зрительницам! И сегодня я снимаю новогоднее теговое видео, которое я посмотрела сегодня на канале у моего любимого блогера Ирина Милан. И она в свою очередь оставила такой комментарий, что она посмотрела это видео на канале у Ануш. Но Ануш я не смотрю, поэтому точно не могу назвать автора этого тега. Но тем не менее вопросы мне понравились и я хочу сказать спасибо девочкам, которые оставляют такие замечательные вопросики и мы можем снимать теговое видео. Итак, мой любимый новогодний фильм вопрос номер один. Я вам хочу сказать, что у меня точно не будет времени для того, чтобы сидеть и выискивать какие-то фильмы, которые я могла бы посмотреть в новогоднюю ночь или в новогодний вечер. Сегодня 27 декабря, у меня до сих пор нет елки, у меня до сих пор нет какого-то новогоднего настроения, у меня украшены 2 из 3 комнат, но тем не менее моя до сих пор не украшена. И кухня у меня тоже стоит еще в таком обычном виде своем. Я хочу сказать, что конечно же хотелось бы побольше мишуры, дождиков и так далее, но у меня до сих пор еще нет времени, у меня до сих пор еще нет новогоднего настроения. У меня еще 2 зачета на работе и поэтому достаточно еще много делать для того, чтобы переделать до того, как наступит Новый год. В новогоднюю ночь, по-моему, здесь у меня не будет, да, здесь у меня не будет вопроса, поэтому я сразу хочу сказать, что в новогоднюю ночь я точно не буду стоять у плиты и готовить какие-то блюда. И максимум, что я сделаю, это я запеку мясо, потому что мой муж в очередной раз, и это всегда у нас так было, позаботился обо мне. Он в ресторане заказал салатики, он заказал торт в ресторане, но торт мы кушать не будем в новогоднюю ночь однозначно. Как и конфеты и другие сладости, потому что мы с ребенком моим придерживаемся диеты углеводного окна. Я уже как-то говорила летом в одном из видео, что это за диета, но суть в том, что у меня такой замечательный спутник по жизни, что мне точно не надо ничего готовить. Я вспоминаю свою маму, которая всегда-всегда готовила 12 блюд, у нас была прабабушка жила, и считалось, что 12 блюд это просто необходимо. Но, слава богу, у меня такого нету, и у меня все будет куплено, все будет заказано и сделано в одном очень хорошем месте, и там будет действительно все очень вкусно и изысканно. Максимум я готовлю горячее, а то и стерлядку мой муж покупает, отдает, ее нам запекают. И, собственно, вот и новогодний стол. Максимум, что мне придется сделать, это поставить тарелки, салфетки, ложки, вилки, ножи, там что нужно, еще бокальчики, но тоже не сильно много, потому что мы много не едим, и мы практически никогда не пьем, мы не употребляем алкоголь в нашей семье, поэтому я думаю, что это будет все очень-очень просто, быстро, и всю ночь точно никто не будет сидеть за столом, никто не будет кушать всю ночь, и телевизора у нас также нету на кухне, поэтому смотреть какие-то фильмы мы не будем. Самое необычное место, где я встречала Новый год. Вы знаете, самые, может быть, два таких я, три случая вспомню, один из них я встречала в Лондоне, я тогда была еще школьницей, я ездила обучаться английскому языку в одну из лондонских школ, и это был мой, по-моему, десятый класс, насколько я помню, или девятый класс, наверное, девятый, я не помню, и там, представляете, приехали мы, и мне очень нравился один мальчик, которому я, наверное, не очень нравилась тогда, я была очень скромной девочкой, все играли в бутылочку, а я не играла в бутылочку, потому что я не хотела целоваться с другими мальчиками, с какими-то, да, и я считаю, что как бы и девятый класс не располагает к тому, чтобы играть в бутылочку с такими какими-то вытекающими отсюда последствиями. Это был не очень радостный Новый год, если честно, то есть, ну, в общем, в общем не сложилось. А второй раз я со своим когда-то бывшим парнем шла в гости, и новогодняя ночь застала нас в магазине, то есть мы в магазин зашли, и оттуда уже, ну, в общем, что-то купить нам нужно было, и в результате мы вошли и вышли, и вот уже Новый год, фейерверки, все бьет, сверкает, а мы на улице. Ну, в общем, с Новым годом, с Новым годом, вот такой Новый год. А третий такой неожиданный случай, когда я была не дома, это был Новый год, когда мы с мужем были в Египте, и отпраздновали там, ну, вы знаете, в принципе, это было неплохо, это было интересно, суши на Новый год, но, тем не менее, в Египте мне не сильно тоже понравилось праздновать Новый год, и я не была там так счастлива, как когда я дома праздную этот Новый год. Собственно, мы уже много лет не празднуем большой семьей, то есть мама, папа, бабушки, дедушки там и так далее, у нас уже мало кто остался в живых, и мы празднуем с мужем, нашей маленькой семьей, и, в принципе, я этому более чем довольна, наверное, это самое лучшее, что можно пожелать. Вот. Самый необычный подарок, который я получала на Новый год. Вы знаете, я не могу припомнить такого самого необычного подарка, потому что поездки, опять же, в Египте, в Лондон, я не считаю поездки подарком, если честно, то есть подарок для меня это нечто, нечто такое, что берут и дают, да, в мешочки или еще что-то. Подарок в конвертике, это тоже необычный подарок, поэтому не знаю, я не могу припомнить какие-то такие необычные самые подарки. Так все стандартно, духи получала, косметику получала, драгоценности какие-то получала, ну, ничего необычного не могу припомнить. Самое любимое новогоднее блюдо. Вы знаете, у меня нету любимого новогоднего блюда, я могу сказать, что я люблю греветочный салатик, который мы заказываем где-то в ресторане, я даже не помню где, у меня муж все время ездит и каждый год покупает один и тот же салат мне, один и тот же себе, и вот сейчас ребенку начал тоже брать что-то, ну, в общем, собственно, я, знаете, не очень привередливая в еде, вообще я мало что отказываюсь в чем-то, и тем не менее я не такой гурман, я не могу сидеть именно есть, есть, есть что-то, то есть, собственно говоря, ну, довольно-таки непривередливая, можно сказать, в еде. Настоящая или искусственная елка? Знаете, несколько лет подряд я использовала только искусственные елочки, потому что мне было очень жаль натуральные, их рубят, их губят, мне было их жалко, но тем не менее, потом я поняла, что их выращивают, мне студент рассказал, что они на пастбищах таких, в специальных теплицах растут, из одного пенька много елочек, они там взаимозаменяемые, одну рубят, две сажают, и я начала любить настоящие елки в этом году, у меня только есть ветки, елок у меня нету, но, возможно, она появится у меня 30-го, 31-го числа, когда они наиболее дешево стоят, у меня муж приносит такую свеженькую елочку, она у нас чуть ли не до февраля стоит. Опиши свой предновогодний день. Ну, предновогодний день это 31-е число, я вот два года как не работаю 31-го числа, потому что у нас нету зачетов и экзаменов в этот день, раньше у меня были зачеты, экзамены, все на 31-е, только вот второй год мы не работаем в полную силу в этот день, в этот день я хочу, естественно, сделать себе прическу или же хотя бы помыть голову, я хочу сделать легкий макияж, я хочу поспать днем, я готовлю немного заранее, покупаю платье в этом году, я уже все сделала это, покупаю себе какие-то новые вещи, которые хочу в Новый год, хочу помыть полы, я всегда стараюсь это сделать обязательно, и, собственно говоря, накрыть на стол это уже просто, я вам уже рассказывала в предыдущих вопросах, то есть это у меня не такой трудный день, и еще я хочу, чтобы у меня было более-менее тихо в доме, чтобы никто сильно не буянил, не орал песни, не слушал громкую музыку, то есть я хочу более-менее тихого Нового года, ну, погулять, естественно, хочется. Любимые новогодние цвета, у меня нет таких любимых новогодних цветов, в прошлом году я встречала Новый год в бордово-черном платье с золотиночками, в стиле рок, оно было такие золотые шипы, бордовый цвет, платье довольно-таки узкое и интересное, и очень интересный голубокий вырез, когда-то у меня были шикарные, потрясающие платья, которые мне шили на заказ, которые, знаете, были действительно умопомрачительные, в стиле пинап я одевалась, и делала себе великолепные такие шишки-шишки-шишки на 400 шпилек, чтобы были и кудри, и все вот это вот поднимать, но тут я подстриглась, то есть мои волосы сейчас намного короче, они не сделают вот таких-таких-таких-таких-таких-всяких причесочек, и вообще, знаете, в этом году, я не знаю, купила себе два черных платья на выбор, но хотелось бы какого-то волшебства, что ли, в этот Новый год, вот хочется такого, чтобы-то и интересного, но новогоднего настроения до сих пор еще нету, идеальный новогодний макияж, для меня это довольно-таки яркий макияж, я могу показать, что у меня были за любимые косметические продукты в прошлый год, и, наверное, в этом году я тоже не буду изменять, по крайней мере, своей любимой помаде, это помада Rouge Allure Velvet Matte от Chanel, которая мне очень нравится, она потрясающая, она держится весь вечер и всю ночь, и она мне очень нравится и подходит, у меня есть таких две красных, и, наверное, я выберу оттенок просто под макияж глазок. Твое желание на Новый год, естественно, желание я загадываю, я в прошлом году загадала, и оно целый год сбывалось, вы знаете, целый год у меня было то, что я пожелала, и в этом году я тоже уже придумала себе желание, я буду обязательно его загадывать, я буду обязательно думать об этом в виде года, это для меня как мантра недели, вот это бывает мантра года, и у меня обязательно такое будет, естественно, я вам не скажу его, я не скажу его никому, и я не скажу его мужу, я просто его загадаю, и оно будет сбываться у меня в течение всего года. В чем буду встречать Новый год, я уже сказала про любимый новогодний цвет, и в этом году я еще не решила, возможно, я сделаю какие-то фотографии с помощью своего мужа, потому что селфи-фото я не очень люблю, я снимаю селфи-видео, это мне более чем достаточно, одно из платьев я вам уже показывала, которое я купила, когда снимала видео про Новый год и ППС, там вы можете посмотреть одно из моих вариантов платьев, мне оно очень нравится, но то, что я купила вчера, оно еще обалденное более, оно еще более по фигуре, в нем я выгляжу очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень стройной, оно у меня в пол, оно из тяжелого такого черного материала, шикарного, богатого, но в общем не знаю, что я выберу, или то оно немножко понаряднее из-за открытых плеч, из-за вот, в общем, золотиночек вот этих вот, или же я выберу то очень строгое новое вчерашнее платье, я пока не знаю, но если будут фотографии, то вы обязательно все это видите, я пользуюсь случаем поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом, желаю вам, чтобы сбылось ваше самое заветное желание, и всех целую, подписывайтесь на канал, смотрите следующие мои предыдущие видео, и всем пока!